В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Это напоминает мне больше не революцию, а погромы. И расстреливают жилые кварталы в прямой навозе. Путин так любит рассуждать о причинах войны с Украиной, что из этих рассуждений можно собирать целый сериал с одним блистательным актером. ...защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и нацикам. В общем, смотреть объяснение Путина о причинах войны с Украиной можно еще долго. Но главный тезис у него один. Войну начала сама Украина в 2014 году. А Россия просто вынуждена была вступиться за народ Донбасса. Когда немцы говорят, вот вы начали войну, вот Путин нам агрессор. Нет, это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Я журналист-расследователь и специализируюсь на работе с открытыми данными. С 2014 года я и мои коллеги-расследователи со всего мира ищем и фиксируем свидетельствами того, что за войной в Украине стояли Путин и Россия. Что это за свидетельства и почему им можно доверять? Это записи боевых действий и митингов. Это прослушки. Тогда СБУ слушало российских чиновников и сепаратистов. Это утечки электронной почты. И, наконец, самое ценное – воспоминания и мемуары самих сторонников так называемой «Русской весны», сепаратистов, в которых они честно рассказывали, кто и как начал войну. Никто ранее не собирал их вместе. Проект сделал эту работу. Цель простая – понять, кто нажал спусковой крючок войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лидеры оппозиции заявляют, что не имеют никакого отношения к попытке штурма администрации президента и всячески подчеркивают мирный характер. В лекциях Путина о причинах войны с Украиной ключевое место всегда занимает Евромайдан. То есть массовые митинги в Киеве зимой 2014 года, которые переросли в революцию против Виктора Януковича. Именно с Майдана, мол, началась смута. А виноват в этой смуте, конечно же, коварный Запад. Онде, я цитирую, напрямую вмешался в дела Украины. Ну, вы и сами все это много раз слышали. Как мне покажется странным, на мой взгляд, это мало связано с взаимоотношениями Украины с Евросоюзом. Обвиняясь Запад в вмешательстве в дела Украины, Путин как бы невзначай опускает тот факт, что, по сути, сам всячески провоцировал Евромайдан. Еще в четвертом году в Украине происходит оранжевая революция. Президентом становится прозападный политик Виктор Ющенко. Виктор Ющенко тут же заявил, что Украина берет курс на ассоциацию с ЕС и вступление в НАТО. Дрейф Украины на Запад взбесил Путина. Но в 2010 году, казалось бы, можно уже успокоиться. Президентом стал Виктор Янукович. Я, Виктор Янукович, волою народу, обранный президентом Украины. Янукович имел образ пророссийского политика. Перед выборами он выступал против сближения Украины с НАТО и за защиту русского языка. Но, получив власть, пытался балансировать между Западом и Россией. Например, Янукович не стал отказываться от ассоциации с ЕС. Это давало ему голоса прозападного эректората. А власти Евросоюза этот курс всячески приветствовал. Можно, конечно, сказать, что Янукович тащил украинцев туда, куда они не хотели. Но соцопросы показывают другое. Вот, например, опросы, сделанные на рубеже 2012-2013 годов. За ассоциацию с ЕС выступали около 50% жителей страны. Юго-восток Украины больше тяготел к вступлению в таможенный союз. Это экономическое объединение с Россией. В общем, очевидно, что выбор для украинцев был сложный. Но в Кремле уже сделали выбор за них, решив, что им обязательно нужно в таможенный союз. Для их же собственного блага. В августе 2013 года украинские медиа опубликовали план по затягиванию Украины в таможенный союз, якобы составленный где-то в Кремле. И задачи в этом плане поставлены весьма амбициозные. Вот, например, Украина ни в коем случае не должна вступить в ЕС. Дальше, я цитирую сейчас, Украине нужно навязать идею присоединения к таможенному союзу. В том числе, через проведение акций протеста. По факту, это план вмешательства в дела соседа. То есть, то, в чем Путин сам постоянно обвиняет страны Запада. Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране. Надо дать народам возможность всех стран мира спокойно развиваться. А что если план по затаскиванию Украины в таможенный союз – фальшивка? За месяц до публикации плана в июле 2013 года в Киев приехал Путин. По нынешним временам звучит совершенно невероятно. В работе нашей конференции принимает участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Конференция носила название «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины». Организовывал ее Виктор Медведчук – украинский олигарх и пророссийский политик. А еще – кум самого Путина. Справа от Путина – уроженец украинского Запорожья и его тогдашний советник Сергей Глазьев. На тот момент – главный куратор Украины в Кремле. И Медведчук, и Глазьев сыграют важную роль в событиях 2013-го и 2014-го годов. О них мы еще будем много говорить. Но пока послушаем Путина. На том месте, где мы находимся, вот как я уже сегодня говорил, на Днепровской купеле, на Киевской купеле, был выбор, был сделан выбор для всей Святой Руси. Вот здесь был выбор сделан для всех нас. Путин не стал слушать других выступающих и быстро ушел. А зря. Такие словословия пропустил. Завтра праздник Святого Ровноапостольного князя Владимира. И то, что Святой Владимир покровительствует Владимиру Путину, было видно хотя бы из его выступления на нашей конференции. Автор «Здравицы» в честь Путина Кирилл Фролов. Граждан России, сотрудник Института стран СНГ и неформальный помощник Глазьева. В 2016 году украинские хакеры взломали электронную почту Фролова на Мэйуру. Фролов, конечно, был птицей не самого высокого полета, но в его почте отразилось за кулиси Кремля. Из всего массива нас сейчас интересует переписка Фролова с загадочным адресатом с инициалами СВВ и на почте с доменом Института стран СНГ. Вот, смотрите. В августе 2013 года Фролов поделился с СВВ ссылкой на опубликованный план по затягиванию Украины в таможенный союз. И СВВ ему подтверждает. Это настоящий документ. То есть это никакая не фальшивка, не выдавка украинцев. Из переписки видно, что Фролов регулярно отправлял таинственному СВВ эксклюзивную информацию о ситуации в Украине. Так кто же такой этот СВВ? Теперь выгружаем из утекших баз список сотрудников Института стран СНГ и находим человека с точно такими же инициалами СВВ Солоха Валерий Викторович. Вот он на фото. По состоянию на 2015 год Солоха официально числился советником директора Института стран СНГ. А теперь следите за руками. Оказывается, что он работал не только в институте стран СНГ. Вот другая утечка указывает, что у него был еще один рабочий адрес. На Лубянке. А через несколько лет Солоха будет курировать в ФСБ Молдову и Приднестровье. В той же пятой службе, которая убедила Путина, что в 2022 году в Украине его будут встречать хлебом и солью. Таким образом, подлинность плана по затягиванию Украины в таможенный союз подтверждал не абы кто, а целые высокопоставленные офицеры ФСБ. В 2013 году Кремль сделал все, чтобы Украина в последний момент развернулась от Европейского союза к таможенному союзу. В соответствии с тем самым планом. В течение 2013 года Путин и Янукович встречались более пяти раз. Путин постоянно намекал, что в случае выбора Европейского союза и отказа от таможенного союза проблемы наступят немедленно. С 2015 года у нас движение рабочей силы будет ограничено из других стран, кроме таможенного союза. Путин давил на Януковича на личных встречах. А на простых украинцев давили советник Путина Глазьев и кум Путина Медведчук. Мы видим, что наш стратегический партнер идет на явно колониальную сделку, жертвуя своим суверенитетом, жертвуя своими экономическими интересами. Еще раз. Российский чиновник высокого ранга, целый советник президента, разъезжает по соседней стране и критикует ее правительство. Кстати, именно в аппарате Глазьева, скорее всего, и готовился этот план по давлению на Украину. Ну как тут не вспомнить слова Путина? Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и политические процессы других стран. В середине августа российская таможенная начала жесткие проверки товаров из Украины на границе. На неделю экспорт был парализован. Все возвращаются назад, много машин, потому что продукты питания портятся. На растаможке тоже долго. Долго эти досмотры, какие вообще, ну вот они бессмысленные, так сказать, и беспочвенные. Ну, ущемляют, по-любому Украину ущемляют. Украину откровенно припугнули. Что будет с ее экономикой, если она не прислушается к путинским угрозам? Я боюсь, что это может привести в отдельных отраслях производства к деиндустриализации. Но выбор в конечном итоге всегда за Украиной. Ну, свою заботу об экономике Украины Путин проведил спустя 9 лет, когда российская армия стала бомбить соседнюю страну. Но в 13-м военное давление тоже было задействовано. Правда, поначалу только символическое. В 13-м прошли несколько внезапных проверок боеготовности. Это были первые проверки с момента распада СССР. И первая, согласно архивному номеру красной звезды, в феврале. В Новороссийск уже прилетело все высшее руководство Министерства обороны. Конечно, глава военного ведомства Сергей Шойгу. Учение провести приказал верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Потом в марте последовали маневры Черноморского флота. Сегодня корабли Черноморского флота провели боевые стрельбы, а также высадили десант на необорудованное побережье на полигоне под Феодосией. В операции участвовали штурмовики авиации флота Су-24. Они поддерживали морских пехотинцев с воздуха. А осенью Путин занялся любимым делом. Нажал на ядерную кнопку. Тогда прошла проверка ядерных сил. Северного космодрома Плесец и позиции в Оренбургской области выполнены пуски баллистических ракет. Украинские политики и западные эксперты потом утверждали, что на учениях 2013 года Россия, скорее всего, отрабатывала, как будет аннексировать Крым и гибридно воевать против Украины. Именно учения в дальнейшем станут удобной маскировкой для переброски войск границы с Украиной и на ее территорию. Итого, что мы имеем. Политическое давление на Украину. Торговое. Бряться не оружием. Час икс приближался. В конце ноября Янукович должен был подписать соглашение с Европейским Союзом. И осенью на помощь Глазьеву был брошен магистр политических интриг. Узнаете его? Это серый кардинал путинизма Владислав Сурков. В августе 2013 года, когда он так мило болтал с Киселевым в Ялте, он не занимал никакого поста. Но вскоре Путин назначит его своим помощником. Главное направление работы – Украина. Друзья, мы хотим обратиться к вам с важным призывом. Угроза блокировки Ютьюба в России все реальнее. По самому вероятному сценарию это может произойти сразу после президентских выборов. Мы, проект, не хотим потерять связь с нашими подписчиками в России. И поэтому решили готовиться к блокировке заранее. Самый простой способ сохранить связь с аудиторией – это имейл-рассылки. При большинстве сценариев блокировки не коснутся почки. Подписаться на нашу рассылку можно здесь. После этого один или два раза в месяц мы будем высылать вам наше новое расследование. А если заблокируют Ютьюб, прямо в письме вы найдете работающую ссылку на наше видео. Нам очень важно, чтобы люди в России продолжали получать информацию от независимых медиа. Если вы считаете, что вашим близким, друзьям, знакомым будет полезно ознакомиться с нашими расследованиями, поделитесь информацией о нашей рассылке. В 2016 году украинские хакеры взломали почту приемной Сыркова. Эта утечка стала одним из доказательств активного вмешательства России в дела Украины. Тут тысячи писем. Есть даже сканы паспортов Сыркова и его семьи. Подделать такое невозможно. Из утечки Сыркова следует. В Кремль поступала информация, что предпочтения украинцев не изменились. Несмотря на экономическое, политическое и даже военное давление России. В утечке есть социология от начала 2014 года с такими цифрами. Если бы выбор украинцев определялся на эферендуме, то за ассоциацию с ЕС проголосовали бы 58% избирателей. Это подавляющее большинство. За таможенный союз с Россией 42%. В общем, на украинцев давление Кремля не повлияло. А вот на слабого Януковича – да. Еще в сентябре правительство Украины подтвердило курс на евроинтеграцию. Но потом Янукович заметался и несколько раз слетал на встречу к Путину. В том числе тайно. В итоге, буквально за несколько дней до подписания соглашения с ЕС, Янукович запаниковал и решил взять курс на таможенный союз. Его премьер Азаров потом объяснял, что причиной стало именно давление России. Украинцы, которые выступали за евроинтеграцию, вышли протестовать на площадь независимости в центре Киева. Майдан независимости. Протест, получивший название Евромайдана, постепенно разрастался. Он был поддержан частью политической элиты Украины и западными чиновниками. Янукович бросил на митингующих силовиков. В центре европейской столицы началась настоящая бойня. За две недели до того, как киевляне вышли на война независимости, там же прошел финальный концерт рок-тура «Мы едины». Тур был организован медведчиком Иглазевым. Агитировать украинцев за союз с Россией отрядили Чаев, хор кубанских казаков и любимую группу Путина «Любе». Киевляне размахивали флагами Украины и России, что же совсем скоро невозможно будет себе представить. Огонь-батарея, огонь-батальон, компатио командует он. В магазинах военторга свободно продается копия медали за возвращение Крыма. Вот такой. Стоит пару сотен рублей. Что это за медаль и почему нам так важно разглядеть ее внимательно? Сейчас расскажу. Министр обороны России Сергей Шойгу учредил ее в конце марта 2014 года, вскоре после крымского референдума. Список награжденных этой медалью – это важный источник информации о том, кто участвовал в захвате Крыма. Но еще больше о внутренней механике аннексии нам расскажет дата на медали. А вот тут, внимание, будет много кавычек. Путин, объясняя решение начать операцию по возвращению Крыма, в качестве отправной точки указывает на государственный переворот. Мы никогда не думали об отторжении Крыма от Украины. Никогда. А вот когда начались события, связанные с переворотом, первое, что я сделал, это поручил администрации президента провести закрытый опрос общественного мнения по поводу настроения в Крыму, отношения к вопросу о возможном присоединении к России. Путин называет государственным переворотом события 21 февраля в Киеве. К этому времени противостояние на Майдане длилось уже третий месяц. 21 числа президент Янукович подписал с лидерами оппозиции соглашение об урегулировании политического кризиса. Но оно не было принято протестующими, и Янукович 22 февраля бежал из столицы, по сути, отдав власть оппоненту. Итак, Путин, по его словам, принял решение аннексировать Крым после событий 21 февраля. Но на медали стоит другая дата. 20 февраля. Янукович еще законный президент. Никакой хунты, как любит говорить Путин, нет. Однажды украинский журналист спросил об этом хронологическом парадоксе министр иностранных дел в России Лаврова. Насчет медали за возвращение Крыма, я не видел этой медали, откровенно говоря. Но я думаю, что это просто какое-то техническое недоразумение. Неплохое такое недоразумение. Медаль Министерства обороны, утвержденная приказом Шойгу. Но, кстати, вопросом про странную дату задавались не только украинцы. Этот же вопрос возник и у человека, который был награжден этой наградой одним из первых. Это Сергей Горбачев, бывший офицер Черноморского флота и севастопольский журналист. В 90-е годы за открытую пророссийскую позицию украинские власти даже пытались посадить его в тюрьму. И вот в своей книге «Годовщине Крымской весны» Горбачев так отвечает на вопрос про дату. Мол, в районе 20 февраля началась скрытая переброска первых отрядов спецназа. Тех самых будущих вежливых людей. Россия просто воспользовалась своей возможностью увеличить контингент в Крыму. Украинские власти тоже отчитывают начало российской агрессии в Крыму от 20 февраля. Тогда, по данным Киева, началась переброска войск на полуостров. Эта дата даже зафиксирована в специальном постановлении Верховной Рады. Итак, захват Крыма начался до бегства Януковича. До того самого госпереворота, который, по словам Путина, и подтолкнул его к решению возвращать Крым. Задолго до этого Кремль начал и работу с местной крымской элитой и пророссийскими политиками. Константин Затулин. Один из ключевых деятелей «Русской весны». Депутат Госдумы и директор Института стран СНГ. Затулин всегда открыто говорил, что Крым должен стать частью России. За это ему несколько раз запрещали въезд в Украину. При Януковиче бан с Затулина сняли. И в начале февраля 2014 года он приезжает в Севастополь встречаться с казаками Крыма. На встрече Затулин размышлял о необходимости федерализации Украины. А казаки спрашивали его, поможет ли им Черноморский флот России в борьбе с бандеровцами. Судя по утечке почты Фролова, в Крым Затулин приехал в новом статусе. Вот отрывок из одного из писем. «Теперь главный по Украине Затулин. Для нас это отлично. Неформальный куратор антимайданного движения». То есть, если Фролов не наврал, Затулин стал курировать политические протесты, которые тогда развернулись в городах юго-востока Украины в противовьез Евромайдану. 25 февраля Затулин, по его словам, приедет в Крым вновь. По полуострову уже разъезжают российские военные без опознавательных знаков. Но они еще не зашли в здание Крымского парламента с автоматами наперевес. Давайте послушаем разговор Затулина с Сергеем Глазьевым примерно от конца февраля 2014 года. Затулин в Симферополе. Глазий, судя по всему, в России. Я сейчас уже занялся тем, что с помощью системы инвестора Юнион с института своего перебрасываю деньги. Я уже перебрасывался на 25 тысяч. Уйо. Какой же вы делаете? Ну, я думаю, что с учетом трат, которые могут предстоять, ну, до 50 завтра. Угу. Сюда, на место, чтобы можно было работать. Затулин и Глазьев утверждали, что прослушка – компиляция и подтасовка СБУ. Зачем Затулину были нужны такие деньги? Ну, вряд ли для того, чтобы с комфортом отдохнуть в весеннем Крыму. Понятно, что на полуострове было достаточно активистов и политиков, которых не нужно было подкупать. Крым был давно известен своими пророссийскими настроениями. Но с ними нужно было работать. Мы не свергали памятники. Мы сожгли просто флаг. Но если завтра надо, мы поедем во Льву и свергнем памятник Бандере. Финансировать антимайдан вызвался православный миллионер Константин Малафеев. Из переписки Кирилла Фролова можно узнать, как Кремль подтянул Малафеева к украинской теме. Вот. В сентябре 2013 года Фролова написал один из соратников Малафеева по православной линии. Заранее прошу прощения за характерную лексику православных фундаменталистов. Давай организуем встречу Глазьева с Константином Малафеевым насчет спасения Украины от гомо-евроинтеграции. У него есть конкретные предложения и ресурсы. Глазьев, судя по переписке, был не против. Ну а встреча состоялась, скорее всего, в столичном офисе Малафеева. Уже в январе 2014 года Малафеев выполняет важную политическую миссию. В разгар Майдана он привозит в Киев христианские святыни – дары волхвов. Вот и сам Малафеев сидит за греческим монахом Сафона. Мне представляется, что приезд даров волхвов – это событие гораздо более историческое, вселенского масштаба. И, наверное, мы должны сказать, что когда-нибудь, через много лет, мы будем вспоминать именно приезд даров волхвов и, наверное, даже забудем, на фоне чего это происходит. За безопасность святыни отвечает бывший офицер ФСБ и начальник службы безопасности Малафеева Игорь Гитлев. Через несколько месяцев весь мир узнает его как Стрелкова. Из Киева Малафеев повез дары волхвов в Крым. И вот тут-то сполна воспользовался возможностью поговорить с местной элитой. В святыне уже успели поклониться и крымские политики. В числе первых – премьер Анатолий Могилев и спикер Владимир Константинов, которые вчера совместно с духовенством встречали дары в Симферополе. Один из крымских чиновников потом приводил такой диалог. В дискуссии с Малафеевым и его спутниками в автобусе я говорил. Предположим, что в Киеве наступит полный хаос. Как мы себя будем вести? Они ответили. Нужно поднимать знамя независимого или, как минимум, абсолютно автономного Крыма. Не терял времени во время визита и Стрелков. Побывав в Киеве на Майдане, посмотрев, пообщавшись с людьми там, я понял, что в ближайшее время Украина будет рассыпаться. Соответственно, прибыв в Крым, я совершенно самостоятельно еще, даже я не имел на эту тему даже бесед с Малафеевым, начал вести, если можно так сказать, работу по установлению контактов на месте. Ну, тогда же я познакомился с Аксеновым, поскольку казаки из Аксеновской организации охраняли Дарью Волхов, Симферополь. Тогда же я установил контакт с офицерами из штаба фото. Сергей Аксенов на тот момент всего лишь крымский депутат от маргинального русского единства, которое декларировало, что защищает права русских в Украине. Через несколько месяцев этот человек, возможно, в прошлом, связанный с криминалом, возглавит захваченный Россией полуостров. Тогда же, в начале февраля, в Крым прибывает и помощник Путина по Украине Владислав Сурков. Он тоже встречается с местными политиками. У него есть формальный повод. Это строительство Керченского моста. Тогда это был совместный инвестпроект России и Украины. Про Суркова, со слов его подчиненного, известно. В его рабочем кабинете висит карта Российской империи, где Крым – часть России. Мы не торговая империя. Мы империя некорысти и мы не рентабельная империя, если можно так выразиться. Мы такая вот, знаете, у нас что-то в голове. Мы про другое. В Крыму Сурков встречается с местными политиками. По возвращении в Москву он сказал окружению. Без поддержки России крымская элита и пророссийский актив не способны взять власть. Об этом нам рассказал наш источник в его окружении. Одним из тех, с кем встречался Сурков, был глава Верховного Совета Крыма Владимир Константинов. Вскоре он едет в Москву и в Госдуме неожиданно заявляет, мол, Крым может отделиться от Украины, если в ходе протеста в Киеве падет Янукович. На дворе то самое 20 февраля, дата с медалями Минобороны. На полуостров возвращаются те же российские политики, которые были там несколькими неделями раньше. Теперь они помогают российским военным захватывать территорию Украины. В том числе на деньги Малафеева, как Игорь Стрелков. А я был в Крыму с 21 февраля. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего же там говорить-то? Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Затулин прибыл в Крым не позднее 25 февраля. На помощь военным и пророссийским активистам бросили целый десант туристов. Так в Украине называют россиян, которые приезжали к ним весной 2014 года участвовать в протестах. Ветераны афгана, казаки, силовики из подконтрольного России Приднестровья. Но несмотря на десант туристов, главными в крымской операции все равно были военные. И без их масштабной поддержки провернуть эту операцию было бы невозможно. Все-таки Крым, поскольку Путин официально взял на себя не только славу, но и ответственность, это по большей части военно-политическая операция Москвы. И в отличие от того же Донбасса получилось так, что мы там только выполняли вспомогательную роль. Мы все добровольцы. Может быть местами важную, может быть местами ответственную. Но только вспомогательную. Так, например, было во время захвата Верховного Совета Крыма 27 февраля. Ключевую роль там играли военные без опознавательных знаков. Собственно, это и Путин признавал. Все мои инструкции были как раз связаны с тем, чтобы действовать аккуратно и опираясь, с самого начала я это сказал, опираясь на тех людей, которых мы можем уже сегодня назвать патриотами России, опираясь на них, на их актив, но помогая им и будучи у них за спиной гораздо более крупными силами и средствами, имея в виду, что в Крыму находилось более 20 тысяч украинских военнослужащих, хорошо вооруженных. Итак, захват Крыма начался 20 февраля при легитимном президенте Януковича, а закончился 18 марта в Кремле. Подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов. В то же самое время, когда Путин с Аксеновым и Константиновым радуются в Кремле, на Донбассе пророссийские активисты и туристы пытаются скопировать крымский сценарий. Правда, в этом сценарии изначально не хватало ключевого элемента – российской армии. Вечером после референдума 16 марта на главной площади Севастополя пела Любе. Воспоминание, что всего 4 месяца назад она пела на Майдане независимости в Киеве, кажется в этот момент уже фантастикой. Ждет Севастополь, ждет Комчатка, ждет Кронштадт. Это книги, написанные ярыми сторонниками российской агрессии в Украине. Вы спросите, зачем они мне? Разве им можно доверять? Слепо доверять не стоит, но использовать нужно. Юго-восток Украины, Донецк, Луганск, Харьков и Одесса были настроены пророссийским. Здесь большинство были за таможенный союз с Россией. В украинской прессе потом долго муссировали слухи про некие автобусы с россиянами, которые якобы привозили из России на митинги в конце февраля-начале марта. Возможно, такие автобусы, конечно, и были, но на местах хватало пророссийских активистов. Например, казаков или коммунистов. Были и искренние противники того, что в этот момент происходит в Киеве. Другой вопрос, что на акции, по сообщениям местных медиа, приходило от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Это Донецк, 23 февраля. А это Одесса, тоже 23 февраля. В Харькове, 26 февраля, пророссийские активисты заменили флаг Евросоюза перед Горсоветом на флаг России. Правда, скоро его сняли. В общем, протесты шли, но не похоже, что с таким числом участников они привели бы к развалу страны. Но во внутренние дела Украины мешалась Россия. Один из лидеров Харьковского антимайдана Юрий Апухтин оставил воспоминания о событиях 2014 года. Нужно понимать, что Апухтин – это ярый сторонник русской весны. Он преследовался СБУ и посидел в украинской тюрьме. И вот, что он пишет о событиях конца февраля-начала марта. «Новая крымская власть и российские группы поддержки начали приглашать в Крым представителей из регионов, убеждать их наращивать протесты и требовать выхода из Украины, обещая всемирную поддержку и помощь. С начала марта эмиссары из Крыма потянулись и в регионы с аналогичными предложениями». То есть что получается? Как только Аксионов с помощью российских военных пришел к власти в Крыму, он и его люди стали поднимать на бунт весь юго-восток Украины. Ну, может, Апухтин врет. Вернемся к перехваченному разговору между Затулиным и Гвазьевым от конца февраля-начала марта. «Хочу сказать по другим регионам. Мы профинансировали Харьков, профинансировали Адрес. Значит, заявки из других регионов я все пока притормозил, потому что пока я финансовый вопрос не решил, а в конце концов я остаюсь один на один с этими обязательными. Сейчас я уже казакам выплатил деньги, которые им 10 человек обещали, но никто никуда не дал. Это что же получается? Уже в конце февраля Россия спонсировала пророссийских активистов в городах Юго-Востока? На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. То весной неформальный помощник Гвазьева Фролов вел широкую переписку с антимайданом Харькова, Донецка, Луганска. Ну, вот, например, на Харьков в данное время необходима сумма порядка 100 тысяч долларов, требовали у него. Или Гвазьев ждет осмеченный план действий. Это сам Фролов пишет одному пророссийскому активисту. Такие же сметы, списки активистов можно найти и в утечке почты одного из сотрудников Суркова. Это Харьков. Что требуется? Берцы, разгрузка, бронежилеты, газовый баллончик, электрошокер и прочее-прочее. И указаны суммы в условных единицах. А это по Донецкой области. Цитирую. Желаемое финансирование 400 тысяч долларов. Позволит приобрести 2000 комплектов хорошей экипировки. И далее. Это то, что необходимо в самое ближайшее время для недопущения угасания протеста. Вот так и написано. В общем, ситуация похожа на Крым. Но нет одного ключевого фактора. Российской армии. Зачем пророссийским активистам поднимать флаг России, если, выражаясь языком Путина, за их спиной некому встать? Военных базов, как в Севастополе, но и в Востоке не было. 1 марта у Путина появился повод вести войска в Украину. Такое право ему дал Совет Федерации. В адрес Совета Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Путин любит, чтобы формально все выглядело легитимно. Видимо, для этого Кремлю и нужны были обращения от депутатов Юго-Востока. Мол, придите и защитите нас, Владимир Владимирович, от бандеровцев. Но как их заставить подписать такие обращения? Об этом нам расскажет Сергей Юрьевич Глазев, уроженец Запорожья, который в те дни стал одним из поджигателей протестов на юго-востоке Украины. В его прослушке есть разговор, который Генпрокуратура Украины датирует 1 марта. С кем разговор? Не совсем понятно. Я имею порушение всех поднимать. Поднимать народ, когда народ собрался на площади, потребовать обратиться к России за помощью против бандеровцев. Специально обращенные люди должны бандеровцев вышибить из здания областей. Затем должны собрать областей, создать органы исполнительной власти, исполком областной. Ему передать исполнительную власть и причинить милицию исполнительной власти. Сейчас важно. Разрешение Совфеда на ввод войск увязывается с уличными протестами. Значит, надо выводить на улицу и вот делать, как в Харькове по образцу. И как можно быстрее, потому что ты видишь, уже президент указ подписал. Значит, уже пошла операция, уже тут сообщают, что и военные выдвигаются, ничего не сидят. Инструктаж от Глазьева не прошел зря. Обращение к Путину с призывом ввести войска стало основным требованием антимайдана в городах юго-востока Украины. Это Донецк. Площадь перед облсоветом. Выступает лидер донецкого антимайдана Павел Губарев. Я хочу от имени митинга обратиться к российской власти, верховному главнокомандующему войск Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. С просьбой поддержать народ Донбасса и ввести в Донецкую область миротворческие войска. Спасите нас. Россия! Россия! А это Мариупольский горсовет. 2 марта. Надо заставить нашего мэра написать письмо, обращение к Путину. Нам нужно в Восточной Украине объединиться. Да! Пошли к фашистам! Обращаемся к русским войсам! Пусть приходят сюда! Мы будем вместе с ними! А это Харьков. 16 марта. Здание генкольцевства России. Просим вас и ввести миротворческие войска на территорию Харькова и Харьковской области. Пусть нет! Пусть нет! Пусть нет! Стоп, 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 стоп. А кто это за активистами Харьковского антимайдана? Это же Арсен Павлов. Гражданин России и будущий полевой командир с позывным Моторола. Моторола потом рассказывал, что хотел попасть на настоящую войну. И когда в Украине начались протесты, списался с местными знакомыми и поехал в соседнюю страну. В ожидании, как он говорил, вспышки. Ну, Моторола, который до войны работал на автомойке, и правда мог приехать в Украину за приключениями. Эдакая политическая сафари. Но были и такие туристы, чья связь с Кремлем более очевидна. Вот, например, флаг России над администрацией Харькова поднял граждан России и экс-активист прикремлевского движения «Местные». Сам натверждал, что к местным уже отношения не имел, а приехал как журналист. Ну, собственно, появление в Украине людей, связанных с прикремлевскими молодежными движениями, неудивительно. Одним из кураторов Донецкого антимайдана был комиссар движения «Наши» Константин Голоскоков. И он свал в Кремль, например, сметы на протест и докладывал, что пророссийский актив в Донецке около 200 человек. А на митинги по выходным реально выходят по 10 тысяч человек. А в Одессу поднимать народ отправили того самого Кирилла Фролова, почта которого стала важным источником о планах Кремля в отношении Украины. Нельзя уходить. Надо забирать этот облсовет, собирать его в кучу, заставлять их принимать решения. Но для этого на один день должны прилететь несколько человек, чтобы человек получил инструкцию. Тем более вы мне сказали «привози». Слышите на заднем плане шум толпы? Фролов звонит шефу в Кремль прямо с митинга облсовета Одессы. Ситуация же развивается. В Харькове взяли уже облсоветы, в Донецке взяли облсоветы. Но нужно брать облсоветы, собирать депутатов там. Все понял. Областных. И не расходиться до этого. Все идет. Если вы через неделю соберетесь, там уже соберутся бандеровцы через неделю с милицией, никого не пустят. Не надо расходиться, надо идти дальше. А то поговорили разошлись, и кончится это поражение. По форме – точное повторение крымского сценария. Местные пророссийские активисты выходят на акции протеста. Им на помощь приезжают туристы. Вместе они штурмуют органы власти и взывают к Путину о помощи. Есть только одна ключевая разница. В Крыму российские войска есть на полуострове, а на материковой Украине их нет. В итоге пророссийские сепаратисты берут административные здания штурмом, а потом быстро их оставляют. Вот отличный пример. 3 марта пророссийский активист Валерий Кауров вместе с толпой пытается взять штурмом облсовет Одессы. Ну и звонит Глазеву с резонным вопросом. Дальше-то что? Послушаем. Привет, Глазева. Добрый день. Алло, я Сергей Мишин. Алло, алло. Как же все-таки нелепо. Кауров звонит даже не самому Глазеву, а его секретарш. Алло. Алло, Сергей. Да, Алло. Мы группа интересов, прорвались на сессию. Сейчас я буду выступать. А, вы прорвались на сессию, я понял вас. Помощь, помощь, помощь. Помощь, помощь. Сейчас пытаемся оперативно решать, уже созваниваемся. Мы, думаю, уже пополучили информацию, что мы прервались. Хорошо. В общем, без помощи в виде российских войск пророссийские активисты даже не смогли взять здание Одесского облсовета под контроль. И вместо обращения к Путину местные депутаты выступили против ввода российских войск. А Путин медлил. Его бомбардируют звонками. В ночь после получения разрешения Сапфеда, он одновременно поговорил с президентами США, Франции и Генсеком ООН. По поводу введения войск, использования войск, пока такой необходимости нет. Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, которые сейчас происходят в некоторых частях Украины и в том числе в Киеве. И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. Давайте назовем вещи своими именами. Кремль подталкивал пророссийских активистов к штурму администрации по всему Юго-Востоку. Мол, вот-вот будет реализован крымский сценарий, то есть войдут российские войска. А по факту Кремль их обманул. А киевские власти постепенно приходят в себя после Майдана. Назначаются новые главы областей. Силовики начинают действовать жестче. Через минуту вы должны будете отступить. Начинаются первые аресты. Например, лидера донецкого антимайдана Павла Губрева. Но не за любовь к русскому языку, а за сепаратизм и призывы к соседнему государству оккупировать твою родную страну. В Запорожье с сепаратистами борются не только силовики, но и гражданские. А самое жесткое противостояние развернулось в Харькове. Здесь пророссийские активисты вместе с Моторолой и с оружием в руках пошли на штурм местного офиса правого сектора, боевого отряда Евромайдана. Правый сектор ответил стрельбой. Бой шел несколько часов. Два пророссийских активиста погибли. Аресты. Столкновения с правым сектором. Как результат, на митинги приходят все меньше людей. А в Кремль идут гневные письма от антимайдана. Одно такое письмо можно найти в утечке Фролова. Зачитаю его полностью. Довольно любопытное. Новая власть Украины взяла штурм в Донецкую администрацию. Арестовала более 70 сепаратистов, в том числе Павла Губарева. Они в Донецке все сделали по русской инструкции, как Сергей Юрьевич Глазев говорил нам делать. Вот теперь момент истины. Придет ли Путин, как обещал с войском, в случае репрессий против русскоязычных? Или все его и ваши призывы? Свистеж и провокация. Так и написано. Свистеж и провокация. Но вопрос. А что думали сами жители Юго-Востока? Может быть, им нравились эти протесты? В апреле украинские социологи опросили украинцев. И получилось, что большинство против захвата административных зданий. И самое главное, против ввода российских войск к себе домой. Ну, а кто хочет развала своей страны или войны? Ну, окей, возможно вопрос уживый. И на самом деле все-таки хотели и мечтали, чтобы российская армия пришла в Украину. Давайте дадим слово самим сторонникам так называемой русской весны. Вот в этой книжке вспоминал соратник Павла Губарева. После неудачных попыток захвата административных зданий и пленения Павла Губарева, протест стал снижать обороты. Здания то занимали, то уходили оттуда. Вот сами признаются. Протест стал снижать обороты. Дальше. Местные элиты самоустранились. Поэтому надо было захватывать оружие и диктовать свои условия. А мы смотрели новости про Крым и надеялись на помощь России. Из еще одной утечки известно, что в Кремле знали, после репрессии протест стал угасать. Но оптимистично считали, что на митинге по-прежнему выходят от 5 до 10 тысяч человек. Хотя визуально и по сообщениям местных медиа людей было еще меньше. В середине этого фильма напомню, что расследования и такие исторические расследования стоят дорого. Поэтому будем благодарны любой поддержке. Например, подписке. Или если вы станете спонсором нашего канала. Или просто отправите донат. Сторонники русской весны часто вопрошают. Почему Путин, погрозив готовностью ввести войска в Украину в 2014 году, так и не сделал этого? Ну, сам Путин туманно объяснял это уже после открытого вторжения в Украину. Россия, мол, была не готова к такому масштабному вводу войск на территорию соседа. Это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действиям в рамках так называемой Крымской весны. За эти предыдущие годы мы очень много сделали с точки зрения импортозамещения. Мы укрепили свою финансовую систему. Значит, у нас, несмотря на ожидание противника, у нас ничего не рухнуло, все работает. Что было бы в 2014 году, очень трудно сказать. В Кремле действительно могли проводить всевозможные подсчеты. Финансовые, социологические, военные. И об этом мы опять узнали из книжки. Андрей Пинчук, бывший министр госбезопасности ДНР и гражданин России. Пару лет назад он написал целую книгу о событиях русской весны 2014 года. Кстати, в 2014 году он сначала был в Крыму, а потом Кремль отправил его на Донбасс. В этой книге приведен разговор с неким государственным мужем, который объясняет Пинчуку, почему Россия не ввела войска в Украину весной 2014 года. Имя этого мужа Пинчук не раскрывает, но речь может идти о главе Ростеха и близком путинском друге Сергея Чемизея. Вот тут один момент. Высокопоставленный собеседник дает Пинчуку папку с кремлевскими соцопросами, которые проводились в России и в Украине. Украина Настроение по возможному вводу российских войск Готовность к сопротивлению Степень активности и пассивности Готовность к партизанской борьбе Опрос 2014 года Российский сегмент Восприятие возможного ввода войск Реакция на возможные потери Одно из приложений так и называется Что будет, когда в Россию пойдут гробы? Анализ рейтинга власти при таком развитии ситуации Ну, таинственный государственный муж Долго рисует Пинчуку за и против аннексия Восточной Украины в 2014 году Да-да, именно такое слово там используется Аннексия Хотя сейчас в России за это слово, за его использование можно сесть в тюрьму А книжка подается в России Далее Пинчук Расчеты и схемы союзных отношений Расстановка антироссийских сил Перспективы внутренней мобилизации пророссийских И дальше Пинчук восклицает Блин, неужели такие слабые перспективы? На это восклицание таинственный государственный муж отвечает Вот здесь Довольно красноречиво Тебе прекрасно известен менталитет населения Украины У тебя не может быть иллюзий Относительно текущей пророссийскости восточных районов или их сверхактивности На фоне движений определенного количества активистов Основная масса просто выжидала и была не готова как-то особенно вмешиваться То есть что получается? Согласно книжке, которая подается в России Большинство людей в Украине хотелось просто мирно жить Тогда вопрос Против кого Украина двинула армию Если, согласно этой же книжке Ати Майдан был малочисленен и не вооружен Так вот ответ простой Потому что, испугавшись водить войска Россия начала воевать гибридно Из-под контрольного России Крыма пришел вооружен отряд Стрелкова И начал стрелять Если бы наш отряд не пришел на Донбасс И не стал бы ядром сопротивления Ядром русской весны на Донбассе То, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в заросе Весной 2014 года на юго-востоке Украины Началась настоящая война Взаимное ожесточение наступило очень быстро Пошли обстрелы городов Стали погибать дети Спутниковые снимки Прослушки Утечки Видеозаписи очевидцев Во время горячей фазы войны на Донбассе Россия оставила множество свидетельств Своего прямого вмешательства в дела соседа Открытые данные, например, помогли доказать Что малазийский Боинг был сбит в небе над Украиной Из российского Бука Эти данные собрала международная группа Билинкет Билинкет же собрал базу российской техники, которая воевала на Донбассе И Билинкет же собрал базу в спутниковых снимках, на которых видно, что Украину обстрелили тогда именно с российской территории Эти свидетельства относятся к ожесточенному периоду конфликта, когда уже гремели пушки И стреляли танки Важнее всего понять, кто сделал первый выстрел в этой войне По версии Путина, первыми начали стрелять украинские военные По приказу тогдашнего его президента Украины Александра Турчинова Если действительно режим, сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны То это без всяких сомнений очень серьезное преступление против своего народа Путин говорит о бойне в Славенске Теперь посмотрим, что это за население и почему Киев повел против него армию Репортаж телевидения Славенска от конца марта про начало посевной За пару недель до войны Протестная активность по всему Донбассу снизилась Пророссийские вожаки арестованы или в бегах Но в это время на уцелевших активистов выходят люди Аксенова Главы только что захваченного Крыма С планом, как разжечь протест Напомню, Крым уже полностью подконтролен Россией То есть, де-факто, этот план пришел из России Важно подчеркнуть, о крымских гонцах рассказывают не украинцы, не журналисты Об этом откровенничают сами сторонники русского мира В 2014 году СБУ арестовал одного из лидеров Харьковского антимайдана Сергея Юдаева В тюрьме Юдаев от руки написал мемуары о тех событиях В книге написано весьма подробно События, с которыми я лично сталкивался, про которые я достоверно знаю И как бы то ни было, нравится там, какие-то эпизоды мне или не нравятся Но, к сожалению, это правда И вот в них Юдаев честно рассказывает следующее Мол, в начале апреля люди Аксенова, главы Крыма, вызвали пророссийских активистов из Харькова, Донецка и Луганска и позвали в Ростов Обсудить план совместного выступления Согласно Юдаеву, встреча прошла в начале апреля На ней было решено Три города действуют синхронно при поддержке Крыма Юдаев сейчас на фронте Помогает российским военным На мою просьбу рассказать с кем встречались пророссийские активисты Он туманно ответил, процитирую Что в те дни в Ростове были архитекторы будущих событий из московских кабинетов Но имена он назвать отказался Точно известно, что за общение с антимайданом Юго-Востока отвечали несколько соратников Аксенова Включая его советника, граждана России и отставного офицера ФСБ Гиркина Стрелкова Стрелков точно координировал свои действия с активистами из Донецка Об этом в книге «Факел Новороссии» пишет Павел Губарев Сам Губарев тогда был в киевской тюрьме А в Ростов поехала его жена Екатерина И вот, что она вспоминала Стрелков говорил то, что меня буквально ошеломило Для меня это фантастикой казалось Такая суперсекретная информация А Стрелков, согласно книге Губарева, передал следующее В одно и то же время пророссийский актив штурмует административные здания и захватывает оружие И далее После захвата оружия в Донбасс должен был войти отряд Стрелкова из Крыма Вот, я ничего не выдумал Павел Губарев «Факел Новороссии» Итак, подчеркнем еще раз В Кремле знали, что протест с концу марта пошел на спад Знали также, что аннексия Крыма вызвала рост антироссийских настроений в Украине А жители Юго-Востока, согласно опросам, не поддерживали захваты зданий и насилия И что дальше делают люди, связанные с Кремлем? Подливают бензину и подносят спичку, чтобы насилия стало больше 6 апреля, воскресенье В Донецке, Луганске и Харькове назначены очередные митинги Далее события происходят почти синхронно В Донецке митинг закончился очередным штурмом администрации Ночью, в соответствии с намеченным в Ростове планом Боевое крыло активистов взяло штурмом здание СБУ в Донецке У пророссийских активистов появилось вожделенное оружие На следующий день они объявили о создании Донецкой Народной Республики Областной совет Донецкой области провозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика В Луганске 6 апреля тоже был митинг, но с него пошли штурмовать не администрацию, а сразу СБУ Митинги перекочевали под здание службы безопасности Украины Более того, люди разбили там целый палаточный лагерь и не собирались отступать В Луганске пророссийские бойцы также захватили оружие Здание СБУ окружили баррикадами В конце апреля, прямо на улице, была провозглашена Луганская Народная Республика под песню «День Победы» День Победы! Харьковскую Народную Республику провозгласили 7 апреля в фойе здания администрации Шаблон для декларации прислали из Донецка Декларация суверенитета Харьковской Народной Республики Зачитываю 8 апреля силами спецназа из Винницы закончилась история Харьковской Народной Республики Здание администрации просто зачистили Но зачистить Донецк и Луганск было уже сложнее Здесь антимайдан захватил оружие Теперь по утвержденному в Ростове плану должен был зайти отряд Стрелкова В Крыму Стрелков собрал отряд в полсотни человек из отставных военных из Украины и России Эти отставники помогали российской армии захватывать полуостров Среди них не было ни одного действующего военного, точно российского Ну, был еще Анасов был, соответственно, тоже бывшим офицером украинских вооруженных сил Ну, еще, может быть, один-два бывших офицера запасов Был в составе, опять же, украинских вооруженных сил В моей личной группе было несколько человек с боевым опытом в Чечне Но на должностях рядового и сержантского состава Причем большая часть даже не крымчат А людей, приехавших в Крым непосредственно из других городов Из Киева, из Одессы, из Харькова Деньги на поход Стрелкова дал все тот же православный предприниматель Константин Малафеев Финансовым распорядителем был Александр Бородай Экспиарщик Малафеева и советник Аксенова Бородай знал Стрелкова с 90-х Я действительно стоял у истоков его похода в Крым, а потом в Славянск И, честно говоря, получилось так, что я его, если хотите, привел в эту историю Форма была закуплена еще для крымского батальона на деньги Малафеева Она просто не успела в Крым Мы ее в сумме успели получить только в Ростове буквально за день до перехода границы А насчет остального равно и отвечать на вопросы не буду Зато об этом честно поведал сам Бородай Вот его рассказ о встречах со Стрелковым Я процитирую За пару дней до захода Стрелкова на Донбасс мы встретились в кафе в ростовском аэропорту Я передал ему значительные денежные средства на все запланированные мероприятия Средства я регулярно передавал ему до этого в Крыму и после, когда Стрелков был в Славянске Речь, конечно, идет не о миллионах, но о сотнях тысяч долларов На что шли деньги? Внимание! На поддержку отряда Стрелкова и народного ополчения И на вопрос, от кого шли деньги От кого они исходили? Догадаться не сложно Бородай не отвечает, но сами участники события не скрывают, что это был Малафеев В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с полусотни вооруженных бойцов перешел границу России и Украины в Ростовской области Пункт назначения, так сказать, в виде Славянска он выбирал достаточно самостоятельно Были некоторые соображения и обстоятельства, которые заставили выбрать именно Славянск Ну, в частности, там была наиболее серьезная и консолидированная группа поддержки, скажем так, из числа местного населения Кроме того, Славянск — это транспортный узел на пути в Донбасс Стрелков удерживал его несколько месяцев У границы Стрелкова встречали люди Губарева Они арендовали грузовик, но водитель не знал, кого ему предстоит везти Стрелков спросил, водила свой или в расход Водитель новой почты действительно вообще не знал, куда он едет Когда я об этом узнал, я просто решил его напугать У меня не входило в планы вообще никого не расстреливать Но напугать было надо, причем напугать так, чтобы у человека даже не возникло мыслей На каком-либо блокпосту на дороге выскочить и задать стрекача Потому что я видел его реакцию, когда в кузов начали грузиться вооруженные до зубов люди Угроза Стрелкова произвела впечатление не только на несчастного водителя Один из людей Губарева потом вспоминал Знаете, чем стрелковцы отличались от местных? От них пахло войной и какой-то неотвратимой решительностью Они заходили и в принципе понимали, что придется воевать и лить кровь Утро 12 апреля отряд Стрелкова прибыл в Славенск и пошел занимать городской отдел милиции Так у Стрелкова стало еще больше оружия Вскоре раздалась первая стрельба Несмотря на стрельбу, у город-дела толпа зевак Они спрашивают у вооруженных незнакомцев, кто они и что они делают в их городе Нет, а вы откуда вообще? Никто! А? Конкретно, Донецкая область большая, ты откуда? Другим стрелковцы отвечали, что они Те самые зеленые человечки из Крыма И прибыли для обеспечения светлого будущего горожан Этим светлым будущим оказалось превращение города в центр боевых действий 13 апреля его президент Украины Турчинов объявил антитеррористическую операцию Украина начала против отряда Стрелкова военную операцию с применением сухопутных частей и авиации Воевали сначала неумело Ну а кто мог всерьез готовиться к такой войне? Я не случайно так подробно остановился именно на истории захода Стрелкова Ведь сами сторонники русского мира признают, что без него войны бы не было В этом отношении наш заход был абсолютно правильным, абсолютно эффективным И без него возможно бы все закончилось как в Одессе Неформальный начальник Стрелкова тоже не скрывал с чего началась война Собственно, как только в Славянске появился отряд Стрелкова, боевые действия начались Раз даже самые убежденные сторонники русской весны признают ключевую роль стрелковского отряда То нужно понять, кто согласовал его вторжение на украинскую территорию Ну, сам Стрелков утверждал, что действовал самостоятельно Я сам задействовался и в Крыму, и на Донбассе Особенно на Донбассе Потому что тот же Малафеев был против, к вашему сведению Против? Против похода на Донбасс Но я был за, и я пошел Вы не забывайте, что я в первую очередь доброволец И только во вторую офицер ФСБ В первый день боев, 13 апреля, Стрелков звонит с докладом Бородаю и Малафееву При этом по обычному мобильному телефону И благодаря этому мы можем сейчас послушать их разговор Стрелка, дай, пожалуйста, телефону Срочно Здравия, Жора Константин Валерьевич Значит, атаку мы отбили, противник отступил по всем направлениям с большими потерями Итак, отличная отработка Нет еще ни доклада, у меня сейчас не удалось с ним связь остановить Так что, если будет возможность, можно звонить Хорошо, хорошо, звоните тогда ему Я с ним встречаюсь завтра здесь Он прилетает сегодня вечером Мы с ним поговорим, но постарайтесь сами тоже ему дозвониться Есть Доклад, есть Так разговаривают только с начальниками И этот начальник явно не против того, что сделал Стрелков Ну, в дальнейшем, как на здоровку сами все понимаете Теперь весь мир смотрит именно на эту географическую точку Вот, потому что теперь уже можно сильно не умничать Ну, с Малафеевым и Аксеновым понятно Один дал Стрелкову денег, другой людей Но кто дал добро на вооруженный поход на территорию соседней страны? Если верить откровениям Бородая Поход Стрелкова не был авантюрой Малафеева и главы Крыма Аксенова Об этих планах знали в высших эшелонах власти Вопрос кто и на каком уровне Ключевым куратором Донбасса в Кремле К этому моменту стал помощник Путина Владислав Сурков Даже украинские активисты, работавшие раньше с Глазьевым Теперь шлют отчеты Суркову Например, отчет по внесению залога в Харькове За арестованных участников антимайдана Сурков, наверное Ну, конечно, он задействован Это старшее должностное лицо Российской Федерации Которое занимается этой проблематикой Конечно, он задействован И, конечно, я будучи премьер-министром ДНР А потом генеральным советником правительства ДНР В статусе первого вице-премьера Естественно, я общался и с Луисом Сурковым, и с его подчиненным Но Сурков, конечно, не был главным начальником Он курировал политические вопросы на Донбассе Военные были в компетенции силовиков Рассказал нам человек из окружения Суркова Да и, собственно, сам Сурков признавался в этом по открытой связи Послушаем очередную прослушку Да, 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 слышал Слышал Ну, я поговорил там с нашими, так сказать, товарищами С самыми старшими, что там Старшины бывают, что там отвечают за эту военную историю Ну, сказали, ну, мы типа, да, да, нас все заходит, мы знаем Да, 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 планируем переломное действие Я уже с кем-то все пропил, наверное Да, мы все понимаем, мы готовим Но я, честно сказать, не поручусь там за качество этих ответов Понимаете, хоть и мои товарищи, но там доверяют полностью Что они там готовят или не готовят, нет Как звали этих старших товарищей? В утечке Суркова есть письмо от Малафеева От середины мая со списком кандидатов в правительство ДНР Заходы стрелковского отряда прошел месяц И внизу списка есть пометка Спросите мнение Владимира Ивановича И вот вопрос Кто такой этот Владимир Иванович? Это имя часто встречается в телефонных разговорах Перехваченных летом 14-го года Пророссийские бойцы зовут его большим начальником из Москвы И просят о военной помощи Владимир Иванович, да? Да-да, слушаю вас Это Владимир Иванович Мне дал телефон Аксенов Сказал, что с Бортниковым согласовано Я слушаю вас, да-да Там человек от Аксенова еще долго спрашивает Можно ли отправить список очень необходимого через вайбер или смс Но Владимир Иванович соблюдает конспирацию И мне, собственно, сказали, что вам необходим Слышите этот 8-битный рингтон на заднем плане? Это мелодия из фильма 17-й день весны Как говорится, угадай профессию Беренкет и BBC потом доказали, что под псевдонимом Владимир Иванович мог скрываться генерал ФСБ Андрей Бурулака Экспертиза голосов Владимира Ивановича и Бурулаки показала полное совпадение Помощник Путина, глава Крыма, генерал ФСБ Не слишком ли много высокопоставленных людей были сразу увлечены в гибридное вторжение России в Украину? И можно ли поверить в то, что Стрелков действовал самостоятельно? И естественный вопрос после изучения всех этих многочисленных свидетельств А знал ли Путин о подготовке отряда Стрелкова? И согласовывал ли он Стрелковский поход? Ведь иначе получается, что все эти люди, вроде Аксенова, Малафеева, Суркова, действовали на свой страх и риск В общем, этот вопрос – это одно из главных белых пятен в истории начала войны И сам Стрелков не давал ответа на этот вопрос даже в публичных беседах со сторонниками Но! О степени вовлеченности Путина в дела Донбасса в 2014 году говорит одна прослушка из дела Международного трибинала по Боингу В ней помощник Аксенова рассказывает, как принимается решение по поставкам оружия сепаратистам Послушаем ее Люди улетели в Москву, попросили неделю паузы, чтобы… Это первый принимает лично решение Самый первый Ага, я понял Они меня сегодня отъебали, сказали, что тут никакой генерал, никакой министр, никакой министр обороны Это все на… Как сказать, как они сказали, подожди Лично отвечает перед народом, вот первый, понимаешь? Итак, отряд Стрелкова действовал не самостоятельно, а цепочка принятия решения, возможно, уходит к самому Путину Давайте теперь еще раз отмотаем все события 2013-2014 годов Первое Очевидно, что Евромайдана не было бы, если бы Путин не стал давить на Януковича и насильно тащить Украину в таможенный союз Второе Евромайдан не означал, что Россия автоматически заберет Крым Но Путин пошел на аннексию, прикрывшись рассказами про защиту крымчан от страшных киевских нациков Хотя, де-факто, начал процесс аннексии в тот момент, когда дружностный Майнукович еще был президент Третье На Крыме он не остановился и решил поджигать Юго-Восток Поджечь особенно не удалось, но и тут он решил не останавливаться В Славянск был отправлен стрелков с оружием, а его поход был синхронизирован с захватом арсеналов СБУ в Донецке и Луганске И теперь вопрос Так кто же тогда начал войну? И ответ Путин Я хочу это повторить Это они развязали войну А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить Но война это не специальная операция, которую и так любит Путин Ее легко начать, но сложно закончить Она может пойти не по тому плану, который ты наметил Например, вместо того, чтобы опешить и уступать без боя, как в Крыму, противник может дать тебе отпор Украина стала отбивать от стрелковцев Славянск и окрестные города Ожесточение пришло и в другие города Украины Теперь пророссийские активисты все больше воспринимались как сторонники вооруженного сепаратизма В Запорожье на митинге их несколько часов закидывали яйцами и порывались побить В Одессе 2 мая столкновения между Майданом и Антимайданом в итоге привели к трагической гибели 48 человек Кремль в ответ еще больше эскалировал агрессию и стал поставлять в Украину оружие Об этом, например, честно пишет военкор Жучковский в своей книге про оборону Славянска Я процитирую, это важный фрагмент В мае-июне бронепарк Славянского гарнизона стал понемногу расширяться Бронетехника приходила с большой земли, где ее забирали представители четырех военных сил ДНР Большая земля, это, понятно, Россия Жучковский дальше также честно перечисляет, что пришло в Славянск Послушайте Всего за конец мая-июнь в Славянск было отправлено около десяти колонн с бронетехникой, минометами, различным вооружением и боеприпасами В каждой колонне было по два-три Урала со снарядами для сау-нона и минометов За все время обороны Славянска с большой земли поступило до 1800 автоматов Эти автоматы, в том числе, брали в руки добровольцы из России Сами сторонники русской весны говорят о том, что всего в 14-16 годах в Украину прибыло не менее 35 тысяч добровольцев из России Есть оценка и в 50 тысяч Имперцы, нацболы, откровенные неонацисты и просто авантюристы Война, начатая Путиным, привлекала тех, кому казалось, что коварный Запад наступает на русский мир и нужно отстаивать его с оружием в руках Для кого-то это было просто сафари Возможность пострелять в живых людей в соседней стране Зона боевых действий постепенно расширялась 2 июня украинский самолет обстрелял администрацию Луганска В конце мая началась долгая битва за Донецкий аэропорт, где закрепились украинские военные В первом же бою погибли более 30 добровольцев из России В список погибших чуть позже власти ДНР отправили Суркову Часть людей без имен, но с уточнением Без головы, справа татуировка В 16-м году их имена выбили на мемориальной доске возле церкви в Подмосковье К концу июня 14-го года война идет уже на значительные территории Донецкой и Луганской областей Тактика ВСУ теперь – взять под контроль границу, чтобы отрезать сепаратистов от поставок оружия из России и притока свежих добровольцев И что делает в ответ Путин? Он повышает уровень эскалации Россия начинает обстреливать украинские позиции со своей территории Де-факто это уже участие российской армии в конфликте В Кремле это, конечно, отрицали Но расследователи из Белинкет нашли доказательства обстрелов в спутниковых снимках Google Вот один из примеров С украинской стороны видны следы воронок С российской – выжженные пятна на почве и следы от тягачей на полях Во второй половине лета военная ситуация для ДНР и ЛНР стала критической Вот как ее описывал премьер ДНР Бородай в одной из прослушек Полный бардак в городе, сильнокомандирщина Ну, в общем, военная ситуация, военная ситуация хреновая Вот, ДНР стала похожа на хрен с головкой в виде Донецка И, в общем, перспективы слабенькие, честно сказать Хрен с головкой в виде Донецка Согласитесь, довольно образная характеристика ситуации на начало августа И действительно, под контролем пророссийских сил лишь небольшой участок границы Сами сторонники русского мира признают ДНР и ЛНР оставалось жить до осени Примерно в начале августа Путин проводит закрытую встречу с военкорами в Москве Об этом в своей книге пишет военкор и участник обороны Славенска Жучковский Опять процитирую На встрече военкоры буквально хором просили Путина ввести войска на Донбасс и поддержать немногочисленное ополчение Войска были введены, но не открыто, как в 1922 году, а гибридно Это был следующий уровень эскалации от Путина И тут случилось чудо, поступила помощь Тогда, конечно, об этом было говорить не принято Мы все время говорили, что мы своими усилиями Хотя это было, конечно, неправда Зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам Во второй половине августа приходит множество свидетельств о гибели, ранении или пленении российских военных в Украине Самый известный случай – это гибель группы псковских десантников Венки на их могилах, красноречиве любого асинта рассказали миру, что Россия, по сути, ввела в Украину регулярную армию С российской военной помощью было проведено несколько контратак Украинские войска отбросили к Мариуполю Новоазовск на Азовском море перешел под контроль ДНР А солдаты ВСУ оказались в Иловайском котле у границы В сентябре в Минске было заключено соглашение о перемирии По которому Украина обязалась провести децентрализацию управления Донбассом Первое минское соглашение остановило боевые действия на линии, которые не устраивало обе стороны В районе Дебальцево – выступ, грозивший ВСУ мешком, Горловка – полуокружение, а Донецкий аэропорт – у украинских сил В начале 15-го боевые действия возобновились Сепаратистами руководили несколько генералов из России И вновь пришло подкрепление в виде регулярных российских войск Символом второго этапа гибридного российского вторжения стал бурятский танкист Доржи Батумункуев, обгоревший под Дебальцево «Мы знали, на что идем и что может быть», – заявил тогда Доржи журналистки «Новой газеты» Елене Костюченко Спустя 8 лет, в ответ на просьбу поговорить о войне, которая изродовала его лицо, Доржи написал корреспонденту проекта «Все делаем правильно, братья работают» В феврале 15-го в Минске были подписаны вторые минские соглашения Путин, комментируя их, в очередной раз смолчал про участие России в войне Конечно, проигрывать всегда плохо Конечно, это всегда беда для проигравшего Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним трактористам В материалах ГАГского суда по сбитому Боингу есть разговор между Путиным и главой ЛНР Игорем Плотницким Международная расцветская группа датирует запись с 2017 годом Игорь Владимирович, добрый день Да Добрый день, Глава, здравствуйте Да, здравствуйте, Настанин президент Как дела у вас? Да, спасибо, Владимир Владимирович Потихоньку Как вы оцениваете вот такую военную составляющую? Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте Здесь сказать, что мы какие-то слабые Обострение никакого? Обострение периодически есть Для следствия по Боингу этот разговор Это возможно доказательство того, что Путин был лично вовлечен в дела сепаратистов А разве все эти прослушки, эти утечки, ну и самое главное Признание самих сторонников русского мира Разве все это оставляет какие-то сомнения в том, кто виноват в гибели Боинга В том, кто начал эту войну еще в 2014 году И кто в 2022 году уже не смог остановиться И превратил гибридную войну в открытую Светлится того, что именно Россия начала в 2014 году войну так много, что из них когда-нибудь Сделают музей Музей российско-украинской войны Утечка Суркова Спутниковые снимки Прослушка Затулина и Глазьева Прослушка Малафеева Воспоминания самих сепаратистов Чтобы вы понимали, в этом фильме мы рассказали лишь о малой части всех доказательств Так что сомнений, кто стал первопричиной войны, быть не может Из собранных нами свидетельств у вас может сложиться впечатление, что во всем, что делала Россия, был четкий план Например, провоцируем Евромайдан Забираем Крым Поджигаем Юго-Восток Заводим гибридные отряды Создаем подконтрольные квази-государства ДНР и ЛНР Ну и наконец, открыто вводим войска спустя 8 лет А что говорят сами сторонники русского мира? Был ли план? Вот активист Харьковского антимайдана Апухтин Я процитирую Чувствовалось, что у российских политических элит и руководства нет четкого понимания происходящего И конкретного плана действий на Юго-Востоке Ну, вот и Стрелков о том же говорит Очень сильно сомневаюсь, что в Кремле создавал некий стратегический план, хоть как-то оформлен Который выражался бы в тактических действиях Я полагаю, что в Кремле пыли по течению, исходя из шкурных интересов даже не общей государственной элиты, а конкретных людей Свой уровень планирования Кремль продемонстрировал спустя 8 лет В 2022 году, когда открыто вторгся в Украину Ну, начать с того, что американская разведка знала про план нападения за несколько месяцев до вторжения И не просто знала Такое чувство, будто американцы сидели в том же кабинете, где Путин и Шойгу обсуждали, как легко и быстро они захватят Украину Но, конечно, верх оторванности Путина от реальности Это ожидание, что в Украине российскую армию будут встречать со цветами И это после 8 лет гибридной войны Ведь украинцам все эти доказательства не нужны Для них война началась в 2014 году И, кстати, многие из тех, кто всячески поджигал эту войну в 2014, теперь недовольны тем, как она идет Например, Константин Затулин, некогда главный куратор антимайдана в Кремле Человек, дававший деньги пророссийским активистам из Одессы и Харькова на протесты А вот, что он совсем недавно говорил про ход войны Послушаем Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните? Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украины И защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали По какому из этих, подождите По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл Например, нейтралитет Украины Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент Она не будет нейтральной боли, если она останется существовать Останется, могу вам сказать Останется Ну а Стрелков весь 22-й год требовал, чтобы Путин объявил военное положение и всеобщую мобилизацию Но в итоге его арестовали за публичные призывы к экстремизму Человека, с появления отряда которого и началась эта война Хотя за 9 лет накопилось множество признаний самих сторонников русского мира о подлинной роли России в событиях 2014 года Путин по-прежнему следует своей старой версии Почему началась война? Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине Нет Ее развязал этот самый коллективный запад Организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году А затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе Вот этот самый коллективный запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит Закон и жанр говорят мне, что раз Путин виноват в войне, то и закончить нужно Путину Но я нарушу их Этот фильм закончится лицами тех, кто пострадал или погиб в развязанной Путиным бессмысленной и кровавой бойне Погиб или пострадал с обеих сторон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проект Узнайте впервые